Привет! Меня зовут Сергей Калинин, и сегодня я, как всегда, буду вас удивлять. Впервые из вашего любимого сыра вы приготовите невероятно вкусный, нежный, ароматный сырный суп. Даже если ваши дети не любят первые блюда, попробовав легкий итальянский суп с хрустящими гренками, они гарантированно будут просить у вас добавки. И для начала надо сварить основу будущего супа – куриный бульон. В кастрюлю опускаем куриное филе, хватит буквально одной штуки, доводим до кипения. И пока курочка закипает, очистим одну небольшую морковку, чтобы вкус бульона был более насыщенным. А также от одной луковицы отрежем корешок, а вот шелуху очищать не будем. Так бульон получится золотистым. Вода закипела, снимаем пену и добавляем морковь и лук. Бульон будет вариться на медленном огне примерно 30 минут. Бульон готов. Снимаем его с огня, достаем овощи и курицу. Филе отставим, чтобы оно немного остыло. А вот бульон процеживаем через сито в другую кастрюлю. Теперь нам надо отделить от него 200 мл один стакан. Его надо быстро охладить. Переливаем в миску и ставим на ледяную баню. Так он остынет буквально за 5 минут. А остальной бульон снова вернем на огонь и доведем до кипения. А мы тем временем займемся самым вкусным ингредиентом – твердым сыром. Я рекомендую детский. И понадобится 150 граммов. Для приготовления супов я советую брать нежный сыр с ровным чистым сливочным вкусом. Он придаст блюду удивительно мягкий сырный вкус и аромат. Сыр натираем на мелкую терку. А вот теперь отложим от тертого сыра 2 столовые ложки. Он понадобится нам для украшения блюда. Три яйца слегка взбиваем в миске вилкой и добавляем к ним 1 стакан бульона. Он как раз уже остыл. Перемешиваем. Добавляем 1,5 столовой ложки манной крупы. И треть чайной ложки молотого мускатного ореха для пикантности. А теперь добавляем нежнейший сыр и снова перемешиваем. Получившуюся яичную сырную смесь тонкой струйкой вливаем в кипящий бульон и смешиваем венчиком. Берем 5-7 веточек петрушки и мелко рубим ножом. Туда же добавляем половину нарезанной петрушки, не переставая мешать суп. А теперь уменьшаем огонь до минимума. Добавляем по пол чайной ложки соли и черного молотого перца. И оставляем еще на 4-5 минут. А наше филе уже остыло. Режем его слайсами толщиной в полсантиметра. Добавляем в суп и перемешиваем. Все, наш суп готов. Разливаем его в порционные тарелки и украшаем оставшимся сыром и зеленью. Подавайте суп с хрустящими гренами. Посмотрите, этот суп просто идеален. Красивый, сытный, оригинальный. Скорее зовите к столу ваших деток, если они еще не сбежались на этот удивительный сырный аромат. Мне тоже не терпится его попробовать. А мы с вами увидимся уже через неделю. Ждите новых сырных чудес. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова